Друзья, сейчас я вам расскажу и дам пророчество, о котором я рассказала вам в 2017 году. 2017 год. Сейчас 2020 год. 6 сентября 2017 года. 70 лет назад было сделано пророчество. О том, что придет новая раса людей. Петр Константинович Девнов, также известный как Беинца Дуна, родился в 1886 году. За несколько дней до своей кончины, в 1944 году, в состоянии подобном трансу, он написал пророчество. Это пророчество о сегодняшнем дне. 70 лет назад Беинца Дуна хорошо знал систему астрологического возраста и писал, что мы переходим в эпоху Водолея. Пророчество. Вот оно. С течением времени сознание человека проходило очень долгое время безвестности. Это фаза, которую индуисты называют Кали-югой, находится на грани окончания. Сегодня мы находимся на границе между двумя эпохами Кали-югой и Новой Эры, в которую мы входим. Постепенное улучшение уже происходит в мыслях, чувствах и действиях людей. Но вскоре будут все они подчинены Божественному огню, который очистит, подготовит их к Новой Эре. Таким образом, человек будет подниматься до высшей степени сознания, незаменимого для входа в новую жизнь. Именно это вознесение будет осуществлено. Пройдут несколько десятилетий до того, как этот огонь наступит, что изменит мир, принеся ему новую мораль. Эта огромная волна исходит из космического пространства и наводняет всю Землю. Все те, кто пытается противостоять ему, будут уволены, то есть переведены в другое место, а проще сказать уничтожены. Хотя жители этой планеты не все оказываются в одинаковой степени эволюции, новая волна будет ощущаться каждым из нас. И эта трансформация коснется не только Земли, но и совокупности всего космоса. Лучшее и единственное, что человечество может сделать сейчас, это обратиться к Богу и осознать себя, поднять свой вибрационный уровень, чтобы найти себя в гармонии с мощной волной, которая вскоре погрузится в него. Огонь, о котором он говорит, который сопровождает новые условия, предлагаемые нашей планете, омолодит, очистит, реконструирует все. Вопрос будет уточнен. Ваши сердца будут освобождены от мучений, неприятностей, неуверенностей, и они станут светящимися. Все будет улучшено. Мысли, чувства и негативные поступки уничтожены. Ваша нынешняя жизнь – это рабство, тяжелая тюрьма. Поймите свою ситуацию и освободитесь от нее. Говорю вам, выйдите из своей тюрьмы. Мне очень жаль видеть столько обмана, столько страданий, столько неспособности понять, где лежит истинное счастье. Все, что вокруг вас, скоро рухнет, исчезнет. Ничто не останется от этой цивилизации и ее извращенности. Вся Земля будет поколеблена. И от этой ошибочной культуры не останется следов, поддерживающих людей под игом невежества, землетрясения. Это не только механические явления. Их цель – пробудить интеллект из сердца людей, чтобы они освобождались от своих ошибок и их глупостей, и понимали, что они не единственные во Вселенной. Наша Солнечная система теперь пересекает регион космоса, где созвездие, которое было разрушено, оставило свой след пыль. Это пересечение загрязненного пространства является источником отравления не только для жителей Земли, но и для всех жителей других планет нашей галактики. Только Солнце не поддается этому влиянию. Эта область называется 13-я зона. Ее также называют зоной противоречий. Наша планета была закрыта в этом регионе в течение тысяч лет. Но, наконец, мы приближаемся к выходу из пространства тьмы. И мы находимся на пути к достижению более духовного региона, где живут более развитые существа. Вот такое вот предсказание. Но что мы можем отсюда вынести? Насколько оно точное, мы не знаем. Да, человек, конечно, прожил всю жизнь потом за границей, поэтому у него и такое второе имя. Но насколько это понятно, и сегодня мы понимаем, да, что эра Калиюги началась и должна закончиться. Это понятно. Но о том, что придут новые люди нам на смену, мы это тоже понимаем. На самом деле, друзья, мы так и не понимаем, о каком времени идет речь. Когда Петр Константинович Девинов говорил об этом, это было время нашей войны. Правда, он уже не жил в России, он жил в другом месте, но это не важно. Важно то, что он говорил именно о нашем с вами времени, якобы. Но ведь после этого, после войны, прошло еще 80 лет. Это целая жизнь, целая эпоха. Так, возможно, он говорил о времени, когда послевоенное время настало. И он воспринимал это как раз как время любви, которое после большой, мучительной и кровопролитной войны должно настать. После скорби, как он предполагал, все люди перестанут грешить и снова найдут свой путь добродетели. Знаете, вот как бы после скорби великой и большой, которой омрачилась война, время наших с вами родителей, то ничего не случилось, как мы видим. Не нашли люди путь добродетели. Мы теперь снова говорим и примеряем его пророчество на себя. Тот самый костюмчик добродетели принимаем на себя. То есть примеряем и говорим о том, что, возможно, это как раз о нашем времени. Нам хочется верить в лучшее будущее, о том, что это именно наше с вами время. И, конечно, то, что он говорил о новой культуре, что начнется эра новой культуры, как бы новой цивилизации, она началась. Да, вроде бы культура послевоенная, она началась. Были времена оттепели в России. То, что касается Запада, там точно так же менялось все время. Менялись взгляды людей, взгляды на одежду, взгляды на литературу, на искусство. Все менялось. Но добра цивилизация не приобрела. Есть много страшных предсказаний. Допустим, пророк Даниил говорил, и это написано в Библии, о том, что будут наводнения, ураганы, гигантские пожары, землетрясения. Но ведь, друзья, Библию тоже писали люди, обычные люди. И то, что говорили об этом многие пророки, о том, что кровь будет течь в изобилии, но этим отличается наше человечество. Человеческий мозг нашей цивилизации отличается именно этим. Будут революции. Мы их с вами сколько пережили, друзья? Со времен французской революции пережили российские революции. Страшные взрывы будут звучать во многих регионах Земли. Это постоянно. То есть время как раз после пророчества Петра Константиновича как раз начали звучать взрывы. Мы об этом мало что знаем, но 50-е годы, 60-е годы взрывали всю Землю, бомбили всю Землю. Кто бомбил, мы не знаем. Нам об этом ничего не сказали. Человечество каждое жило в своем городе. Когда нет интернета, нет связи между людьми, а если вы вспомните Россию, там и телефонов-то не было. За телефонными номерами, чтобы провести телефоны в дом, стояли очереди. Люди подкупали, покупали это в больших городах, а в малых-то и покупать было нечего. Если нет линии, то ее и не будет на очень долгое время. То есть связь между людьми, а тем более между городами, нарушена была как раз после революции. Время революции и время войны. Это еще почти 35-45 лет, когда именно связи были нарушены. А когда нарушены связи, друзья, то бомби, не бомби, любой город, любую страну можно разбомбить. И никто не знает даже о том, что разбомбили какую-то Сибирь. Где-то там в Сибири разбомбили 50 городов, больших, хороших, а сколько селений, мы не знаем, огромное количество. И ведь бомбили, и ведь не знаем, а что было с Дальним Востоком, он вообще опустел. А что осталось с Чукоткой, друзья, она тоже опустела. Так что мы вообще не знаем о своей земле ничего. Именно это заставляет нас думать, что вот придет какая-то другая раса, другая раса, друзья. Была выведена эта мутация, которая выводилась постоянно со времен 20-х годов, 20-го века. Была эра мутации. Вероятно, на этом были основаны слова предсказателя. Но что он самое главное говорил, друзья? Он говорил о том, что человечество не должно загрязнять себя человеческой или животной кровью. Поэтому человечество должно очиститься. То есть та раса, которая придет нам на смену, она не должна загрязнять себя ни человеческой, ни животной кровью. Сопротивляется и не хочет идти по пути очищения. Именно поэтому некоторые континенты будут погружены в воду, а другие будут всплывать. Мужчины не подозревают, какие опасности им угрожают. Они продолжают преследовать бесполезные цели и добиваться удовольствия временного ненужного, который их сжигает. Но они именно стремятся к этому, потому что нарушена система ценностей. А новая культура, как он полагал, должна будет основываться на двух принципах. Возвышение женщины и защита прав человека. И как он полагал, что Земля избавится от ненужного балласта людей. Вероятно, поэтому элита сейчас и пытается весь ненужный балласт основного человечества уничтожить. Вероятно, поэтому, может быть, действительно он как бы перешагнул через 80 лет и шагнул в нашу с вами реальность. Все может быть. Потому что так, как это было когда-то, мы не знаем, насколько верно передали его слова. Насколько верно и когда он на самом деле это рассказал. Конечно, друзья, каждому хочется думать и надеяться на большое и светлое будущее. Вот и он писал о любви. О том, что будущее, наша шестая раса, будет основывать свое жизненное пространство на любви. И питаться исключительно продуктами растительного мира. То есть уничтожение животного мира вокруг должно прекратиться навсегда. Чтобы шагнуть, перешагнуть черту скорби людской. Вот когда человечество находится в скорби и бесконечном грешении, то никогда оно не найдет добродетели. А не находя добродетели, человек не находит сам себя. То есть менталитет человека должен измениться в корне. Мы не будем сейчас говорить о грехах, друзья. Мы будем говорить об изменении менталитета. Менталитет человека должен измениться. Разные должны события произойти, чтобы изменился менталитет человека. Вот, допустим, я в 11 лет перестала есть мясо употреблять. Вообще перестала. Не потому, что я вдруг просветлилась, а потому, что в моей жизни произошло событие. В начале марта на Чукотке происходит у Чукчей такой праздник. Кораль за бой оленей. Они очищают стадо, вычищают. Итак, начало марта. Это солнце на Чукотке. Это белое-белое-белое снега, поля. И нет деревьев. У нас не было деревьев. И вот среди этой белизны происходил забой оленей. Это страшно, друзья. Когда большое стадо оленей пригоняли в тундру, загоняли их в загон. Из каких-то жердочек любой олень сметет эти жердочки. Однако же они тупо и покорно шагали по этому загону в круге. Буквально кружили. Да, они волновались. Видно было, что они волновались. На козлах, это на выходе, один сделали выход, открыли. И олени ринулись туда. И вот на козлах сидели чукчи. Пьяные-пьяные чукчи. С огромными ножами. Которые то молотком, то ножом перерезал то горло, то еще куда-то пытался засунуть свой нож от пьяного угара. Это не был, друзья, очистительный процесс. Это был беспощадный забой оленей. Если кто-то расскажет о выбраковке, я скажу вам, что это не так. Я видела это сама. Никакой выбраковки не существует. Загоняют все стадо полностью. И потом его все бьют и режут. Потому что так приказала тогдашняя власть. Поэтому это делали. И беременных самок. Я видела беременных олених, которые плакали. Слезы, крупные слезы текли у них из красивых глаз. А пьяная чукчанка сидела у нее на животе, разрезала живот и подставляла кружку и пила эту кровь. Это то, что я увидела в детстве в 11 лет. Мне было достаточно. На всю мою жизнь достаточно, чтобы я не ела мясо. Такие примеры, вероятно, каждому свое. Мне достаточно было того примера. Другим людям достаточно, может быть, другого. Может быть, более сильной встряски необходимо, чтобы они понимали, что живое существо нельзя уничтожать. Вот когда изменится вот этот менталитет, может быть, тогда все человечество будет достойно счастливой жизни. А пока мы находимся, друзья, своим менталитетом в примитивном состоянии, полагая, что необходимо есть животную пищу. То есть необходимо убивать вокруг себя весь животный мир. Например, птиц, оленей, рыбу, медведей, коров. Коровы ведь тоже умные животные. Они понимают, когда их ведут на забой. Но мы считаем, что это наша естественная пища. Посмотрите с другой стороны. Это живое существо, такое же, как вы, даже больше размером. Однако же оно не может вам сопротивляться. Так устроен мир. Но это не значит, что человечество должно пожирать весь животный мир вокруг него. Это неправильная основа цивилизации. Поэтому эта цивилизация сегодня подошла к своей гибели. Она сама себя подвела к гибели. И никто другой. Поэтому, друзья, сегодня ни на кого не кивайте. Не старайтесь никого обвинить в том, что вас перестали лечить, вас перестали кормить хорошими продуктами, вам перестали платить зарплаты и пенсии. Цивилизация должна погубить саму себя. Цивилизация подошла к концу. Поэтому большая часть цивилизации погубит сама себя. А уже кто сможет переделать себя, изменить круто, очень круто, друзья, свой менталитет и прийти к другому образу жизни, может быть, тогда вы поймете и останетесь живы. Я Таня Карацуба, Сеидбурхан. Субтитры создавал DimaTorzok